Я очень люблю выступать на Черном Ананасе, потому что здесь можно читать не только свои стихи. Поэтому познакомлю вас, может кто-то знаком, кто-то не знаком, с Дмитрием Быковым. Я очень люблю его стихи. И одно из любимых, может, когда-то знаю, под него есть песня, и может, когда-то исполню в виде песни. А пока стихотворение. Если бы кто-то меня спросил, как я чую присутствие высших сил, дрожь в хребте, мурашки по шее, слабость рук, подгибание ног, я бы ответил, если страшнее, чем можно придумать, то это Бог. Сюжетом непредусмотренный поворот, небесный тунгусский камень в твой огород, лед и пламень, война и смута, Тимирлан и Наполеон. Приказ немедленно прыгать без парашюта. С горящего самолета все это он. А если средь зимы запахло весной, если есть парашют, а к нему еще запасной, в огне просматривается дорога, во тьме прорезывается просвет, это почерк дьявола, а не Бога. Это дьявол под маской Бога внушает надежду там, где надежды нет. Но если ты входишь во тьму, она бела, прыгнул, а у тебя отросли крыла, то Бог или ангел, его посредник, с хурмой-то Мерлан и тортом Наполеон, последний шанс последнего из последних, поскольку после последнего сразу он. Это то, чего не учел Иуда. Это то, чему не учил, да-да. Чудо наступает там, где помимо чуда не спасет никто, ничто, никогда. А если ты в бездну шагнул и не воспалил, вошел в огонь и огонь тебя опалил, ринулся в чащу, а там берлога, шел на медведя, а там их шесть, это почерк дьявола, а не Бога. Это дьявол под маской Бога отнимает надежду там, где надежда есть. Спасибо.